Всем привет! Сегодня я решил приготовить харчо. Я пересмотрел множество рецептов и решил приготовить свою версию. Кому-то она понравится, кому-то она не понравится. Здесь дело вкуса. Начнем! Для супа харчо я взял говядину. Это мясо молодого бычка, судя по упаковке, весом 1,9. Но мне для моей семьи понадобится всего половина. Готовить я буду в 4-х литровой кастрюле. Только половину. Больше не нужно. Это грудинка. Она с косточкой. Хорошо видно. Это должно быть очень вкусным мясом. Также для бульона я возьму себли от петрушки, лук-порей, репчатый лук, корень сельдерея, пару морковин, 3 лавровых листа, из десяток можжевеловых раздавленных ягод, 2 гвоздики, ну и 20 граммов соли. Идем дальше. Количество всех ингредиентов для супа харчо вы найдете под видео. Для основного супа мне понадобится репчатый лук, красный сладкий перец. Я знаю, что сейчас некоторые закричат, туда паприка не идет. Вы ошибаетесь. Есть регионы, в которых суп харчо готовится именно с паприкой. Томатная паста, аджика. Как готовится аджика, вы найдете также на моем канале. Ссылку я укажу. Либо вы, либо просто замените на перец чили. Как вам удобно. Чеснок. Бывают моменты на кухне, когда нужно импровизировать. В супе харчо я такой импровизацией воспользуюсь. Вместо чеснока я буду использовать черемшу. Я просто зашел в азиатский магазин, она там была, я ее взял. Вкус у нее такой же, как у чеснока. Понадобится соль, понадобится укроп, понадобится узко сунели, рис. Ну вот, давайте о рисе. Проблему с рисом я решаю очень просто. Я возьму рис, либо ризотто, либо рис для суши. Они оба круглозерновые. Возьму очищенные маринованные томаты, то есть без кожицы. Ткемали. Соус ткемали я купил готовым. Я не был уверен, что я его вообще найду, но я его нашел. А если бы этого не случилось, то я просто-напросто заменил бы его на вот такую вот вещь. Это называется, это фрукт, который произрастает в Азии. Называется он тамаринт. Купить можно его в азиатском магазине в холодильнике. Выглядит он вот так. Демцы его называют, некоторые, кто знает. Каценшайз, что означает кошачья говняшка. Ну, дневной придуман, но так есть. Он так разламывается. И внутри он выглядит вот так. Внутри есть еще косточка. Он очень приятен на вкус, дает очень хорошую кислинку. Я считаю, что можно смело, спокойно заменить соус кемали или сливы на именно этот фрукт. Попробуйте. Так, ну а также нам понадобится зелень. Укроп я уже перечислил. Кинза. Уже все почищено, подготовлено. Петрушка и базилик. С мяса я срежу косточку, отправлю на противень с паприкой, которую я предварительно обмазал маслом. И отправлю на полчаса при температуре 210 градусов в духовку. Вверх-вниз, без обдува. И отправляю в духовку. Ну, а этот кусочек мяса я уберу. Он мне для момента пока не нужен. В то время, пока паприка и косточки находятся в духовке, я разрезал половинку лука и обжарил ее без масла в сотейнике. Это для бульона. Также я порезал сельдерей, морковь и парень для бульона. Черемшу я нарезал такими небольшими кусочками. Зелень. Ее я нарежу соломкой. Количество зелени определяйте для себя сами. Касаемо риса супе харчо. Как известно, чем больше рис находится в бульоне, тем разваристее он становится. Чтобы этого не случилось, я просто-напросто решу эту проблему простым способом. Я рис отварю отдельно. И по надобности на следующий день вскипячу себе тарелку супа и заброшу туда количество риса, сколько мне нужно. Вот и все. И такой суп может стоять у вас целую неделю и ничего с ним не будет. Но это я все покажу. Лук для супа я нарезаю на небольшие кубики. И это ничего страшного, что я нарезаю его на доске, на которой разъяло мясо. Лук у меня пройдет тепловую обработку. В силу профессии мне приходится на кухне очень часто подобрать ключик к людям, которые что-то не любят. Или у кого-то на что-то аллергия. Я в этом плане не исключение. Я не ем лук, поэтому как таковой лук я добавлять в свое харчо не буду. Если у вас нет этой проблемы, то вы обязательно добавьте. Я вам просто показал, как мелко я его буду нарезать. В общей сложности я возьму, взял бы 300 граммов лука. Пассерованные помидоры я отбросил на сито, чтобы мне было легче их брать. И режу на такие крупные кубики. Ну вот, полчаса прошло, паприка моя зарумянилась, косточкой тоже. Паприку дам немного остыть, отправлю в мешочек, чтобы она вспотела, и потом сниму с нее шкурку. И я ставлю бульон. Я сделаю быструю версию бульона, но она будет ничуть не хуже не быстрой. Когда вы все увидите, вам все станет понятно. Значит, вода у меня сразу кипяченая. Отправляю туда мясо. Лавровый лист, можжевелые ягоды и гвоздику, косточки. 20 граммов соли, еще немного горячей воды. Кастрюлю 4-х литровую. Накрываю крышкой и варю. Я варю бульон с короварки, потому что для меня это очень удобно. То есть в общей сложности для приготовления бульона со всеми прибамбасами, с кипяченой водой и так далее, занимает у меня 1 час. После 1 часа мясо у меня будет мягкое и готовое. Это очень экономит время. Рис я отварил, воду слил. Я его не охлаждаю, чтобы у меня еще немного клейковины от него осталось. В общей сложности риса я взял 125 грамм. Этого риса на это количество супа будет достаточно. Крышку я не закрываю, чтобы излишняя влага испарилась естественным путем. Да, совсем забыл сказать. Овощи для бульона мы пока не добавляем. Потому что нет смысла добавлять их сразу. От них ничего не остается. Они умрут. То есть все ваши питательные вещества, которые вы хотите, чтобы они сохранились в супе, их просто не будет. Поэтому я дождусь, когда приготовится мясо, выну мясо и буквально поварю еще бульон с овощами 15 минут. И потом процежу. Ну а пока мясо варится, я займусь пассеровкой, в кавычках, луком, помидор и сладкого перца. Кстати, сладкий перец пойду я его очищу и нарежу на небольшие кубики. Так, ну и я добавляю теперь овощи. Мясо еще нужно повариться. Ну и теперь буду готовить бульон до полного приготовления мяса. Пока мой бульон... Пока мясо доваривается, я приготовлю заправку. Вот в этот момент нужно отпассеровать лук. Затем добавляем томатной пасты. И обжариваете ее. Сладкий перец я очистил от кожицы и порезал на такие кубики. Добавляю помидоры. Сладкий перец, черемшу, соус ткемали. Аккуратненько, соус очень кислый, чтобы вы не переборщили. Добавляю узкосунели. Узкосунели вы добавляете во вкусу. Присаливаю. И дам еще немного сахару, чтобы сгладить кислоту помидор. Ну и соус ткемали тоже. Аджику я в заправку добавлять не буду, так как моя супруга не ест острого. Поэтому я добавлять буду аджику непосредственно себе в тарелку. И дам заправке немного потушиться. Мясо я в общей сложности доваривал еще 20 минут. Я приступаю к сборке супа. Я отправляю мою заправку в кастрюлю. Так, посыпаю зеленью. Вынимаю мясо. И процеживаю бульон. Пока бульон процеживается, я отправляю кастрюлю обратно на плиту. Суп мне нужно еще раз вскипятить. Добавить недостающего количества соли, если таковое присутствует. А я в данный момент занимаюсь разделкой мяса. С мяса срежу все жилки. Уберу лишнюю часть жира. Пока мясо горячее, это прекрасно все делается. Все, мясо мое готово. Я его отправляю в кастрюлю. Так, ну вот, бульон и процедился. Вот обратите внимание, сколько осталось. То есть, это все, что я выброшу. Это жир. Это белок. А мясо я отправляю в суп. Если кто-то любит более густой суп, вы можете его прекрасно загустить крахмалом. Я пробую на соль. Немного добавлю. Отправлю оставшуюся зелень. Посчитал, что будет много, но сейчас вижу, что будет в самый раз. И отправляюсь на стол подачи. Добавляю немного аджики. Немного бульона. Растворяем аджику. Добавляем рис. То есть, чем хорошо, что я отдельно отварил рис? Я могу его добавить себе столько, сколько я хочу. И второй плюс в этом, что такое суп. Суп может у меня стоять совершенно спокойно неделю в холодильнике. И он не превратится в кассу. Ну и сверху еще немного зелени. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok